Новогодние праздники – время, когда практически каждый считает необходимым воспользоваться пиротехническими изделиями. Однако не все знают правила и ответственность за данное деяние. Особенно это касается детей. Не всегда взрослые правильно объясняют детворе, как стоит обращаться с хлопушками и петардами, и стоит ли вообще. Напротив, часто своим примером они учат их обратному. В резиденции Деда Мороза такому может научить разве что сказочная героиня Баба-Яга. Правда, сотрудники Брестского областного управления МЧС этого не допустили. Они постарались как можно большему количеству юных зрителей рассказать о том, как провести лучшие семейные праздники безопасных приключений. Наша задача – в очередной раз напомнить нашим уважаемым гражданам, жителям нашей области, в преддверии Нового года, больших праздников, чтобы обратили внимание на обеспечение безопасности пожарной и в целом общей безопасности. Встречи с Дедом Морозом, его сказочной резиденцией, девчонки и ребята ждали не один месяц, а кто-то и вовсе приехал к нему впервые. Каждый из них верит в чудо и в то, что Дед Мороз исполнит любое их желание. Для школьников он и волшебник, и авторитет, поэтому прислушиваются к дедушке внимательно. Уж его словам ребята поверят непременно. Самое главное, что хотел бы я попросить всех брестчан в новогоднюю полночь обязательно соблюдать осторожность при обращении с пиротехническими изделиями. Всем нам хочется, чтобы в небо под бой курантов взлетели хлопушки, петарды, фейерверки. Но, тем не менее, не забывайте, что у некоторых гостей, уважаемые жители, особенно в городе и на селе, окошки бывают в новогоднюю полночь открыты. Но сегодня пиротехнические изделия настолько популярны, что временами звуковой фон города напоминает горячие точки. Ведь пиротехника, по сути, тоже взрывчатое вещество, способное натворить немало бед, если не уметь с ней обращаться. Правила безопасности очень просты. Рассказали о них участники Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных, приехавшие вместе со спасателями. Они подготовили для детей выступления и в игровой форме рассказали совсем не об игрушках. Сегодня мы приехали в Пущу, чтобы рассказать детям и проинструктировать, как надо вообще обращаться с петардами, как надо вести себя на Новый год. Объяснить им все правила безопасности, чтобы потом не было всяких проблем и трагичных случаев. Чтобы дети знали, как обращаться с пиротехникой, с петардами и со всем прочим, чтобы не было проблем. Какие основные советы могли бы дать детям? Основные советы, прежде всего детям, обычно младших классов, это самому не заниматься никакими петардами, не покупать их в неустановленных местах. Каждому хочется сделать праздник неповторимым и ярким. Фейерверки и хлопушки создают определенную атмосферу торжества и радости. Однако ничто не должно обращать эту радость. И помнить об этом должен каждый, кто хочет встретить Новый год, не навредив ни себе, ни тем, кто окажется рядом.